По уже сложившейся традиции в рамках фестиваля славянской культуры проходит и конкурс детского творчества «Радость». Организован он для того, чтобы выявить и поддержать юных звездочек, приехавших на фестиваль. Посмотреть выступления конкурсантов собрался полный зал. Что касается жюри, то оно было хоть и многочисленное, но благосклонное к выступающим. Когда полный зал, всегда выступать очень приятно и хочется выложиться до конца. Мне кажется, что все участники сегодняшнего конкурса обязательно это сделают и покажут самое лучшее, что есть в вашей работе, чего вы достигли уже в своей деятельности. Я думаю, что порадуете и прежде всего себя, педагогов, своих родителей. Жюри очень большое, очень представительное, но очень доброе. Посмотрите, какие лица добрые у членов жюри. Я думаю, что победителем будут все в этом конкурсе. Принять участие в фестивале «Радость» приехали коллективы со всего Краснодарского края, а также Армении, Адыгеи. Всего более 40 конкурсантов. ПЕСНЯ Каких-либо определенных требований по жанру и тематике номеров участникам фестиваля не было. При оценке выступления учитывались только мастерство исполнения, уровень подготовки и самобытность постановки. По итогам творческого соревнования гран-при фестиваля «Радость» завоевал коллектив из Адыгеи Майкопчанка. Не остались без наград и другие участники. Юным артистам были вручены грамоты лауреатов. Стоит отметить, что жюри фестиваля работало все три дня. Выступление взрослых коллективов также оценивалось. Для этого были организованы просмотры участников. Сам по себе фестиваль каждый год прирастает именно коллективами, которые уже более высокий уровень показывают здесь. И вот предварительный отсмотр, то, что происходило на показе, представление всех коллективов, торжественное открытие, уже было сразу видно, какие коллективы могут претендовать на место лауреатов и дипломантов. Спасибо фестивалю за то, что мы обогащаемся за счет познания той культуры, которую нам привозят. Победители фестиваля объявят на церемонии закрытия. Кто же удостоится звания лауреата конкурса, пока остается секретом. Анна Монастеренко, Андрей Постовой. Специально для дневника фестиваля славянской культуры «Славянск-2013».